К амбициозному превращению Москвы в порт Пятиморей вернулись немедленно после войны, в 46-м году. В конце мая 46-го почти во все зерновые районы страны пришла засуха. Зимой она унесет миллион человеческих жизней. На Украине и Северном Кавказе будут случаи людоедства. Масштабы грядущего голода были понятны уже в начале лета. И тогда же, в июне, был дан старт Волгодону, который, в новейшей редакции, должен стать каналом не только судоходным, но и оросительным. Должен обводнить засушливые земли Ростовской и Сталинградской областей. Оросить 100 тысяч гектаров земли. Волгодонской канал строится с 1948 по 1952 год в месте наибольшего сближения двух великих рек. Водная трасса начинается южнее Волгограда и заканчивается у города Калач-на-Дону. На протяжении 101 километра выстроены 13 шлюзов, установлены три насосные станции, подающие в канал воду из Дона. Устроены четыре водохранилища, из которых крупнейшее – Цемлянское, протяженностью 302 километра, с сетью распределительных оросительных каналов общей длиной 568 километров. На берегу Нового моря оказалась старая казачья станица Усть-Цемла, ныне Цемлянск, выстроен город Волгодонск. Плотина, удерживающая Цемлянское море, занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейшее сооружение из песка. Ее длина – почти 13 километров, высота – 32 метра. На ней одновременно с каналом выстроена Цемлянская ГЭС. Кинохроника сохранила возводимый Волгодон как царство механизмов. Полная механизация земляных работ – вот то новое, что отличало великую стройку от всех предыдущих строек. На Волгодоне не было ни лопат, ни тачек, только машины. Предмет гордости – вот это железное чудище – шагающий экскаватор. Подчеркивается, что его ковш размерами равен всему экскаватору предыдущего поколения. Экипаж его состоит из 17 человек, и у шагающего экскаватора есть свой собственный порторг. Для создания новейшей строительной техники трудится весь Уралмаш. Возведение Волгодона газеты называют «великой стройкой коммунизма». И, прочитав их, послевоенная молодежь почитает за счастье на эту стройку попасть. И вот представьте себе, что есть возможность попасть на стройку коммунизма, из какой-то там Сибири приехать. А ведь стройка века была, Волгодонской судоходный канал – мечта нашего русского народа. И большинство, конечно, комсомольцев ехало туда, ну и коммунистов тоже. Поездками на воспетую газетами стройку награждают самых талантливых студентов. Чудес не бывает. Строительство третьего канала, как и первых двух, велось силами все того же ГУЛАГа. В Волгодон прошли почти 237 тысяч заключенных и еще пленные солдаты вермахта. Однако наличие спецконтингента уже не афишировалось. И вольная молодежь, приехавшая на стройку века по зову партии, тех, кто прибыл по ее приказу, называла комсомольцами. Что за комсомольцы? Субтитры создавал DimaTorzok